Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Рогачёвской центральной больнице, накануне не приходя в сознание, скончался 46-летний мужчина, попавший в минувшую пятницу под поезд. По информации транспортной прокуратуры, в 11 часов вечера, в момент прохождения товарного поезда по станции Рогачёв, мужчина стал переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу в непосредственной близости от локомотива. Машинист сразу же подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но мгновенно остановить многотонный состав не представлялось возможным. Мужчина получил множественные телесные повреждения и в состоянии комы был госпитализирован. Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался нигде не работающий 46-летний местный житель. Известно, что мужчина не страдал психическими заболеваниями и не имел проблем со слухом. Медики сделали всё возможное. По факту гибели Рогачёвский район отдел Следственного комитета проводит проверку. В областной транспортной прокуратуре также отметили рекордное снижение непроизводственного травматизма на железной дороге. За прошлый год 11 случаев против 16 за 2017-й. Ещё один трагический случай произошёл накануне в Жлобине. Во дворе частного дома под машиной погиб местный житель. Двое мужчин производили ремонт коробки переключения передач в автомобиле Рено. В момент, когда одному из них надо было куда-то ненадолго отойти, другой находился под машиной и откручивал коробку. Автомобиль сорвался с деревянных упоров и смертельно травмировал 38-летнего мужчину. Машину подняли, но от полученных травм мужчина скончался на месте. Алкоголя в крови погибшего эксперты не обнаружили. Следователи проводят проверку. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. Не поделили проезжую часть водителей в Речицком районе. 51-летний водитель управляет автомобилем Порш и, двигаясь со стороны города Речиц в направлении города Светлогорска, при совершении манёвра обгон не убедился в безопасности совершения манёвра. Выехал на полосу встречного движения, где совершил касательно столкновения с автомобилем Ниссан под управлением 56-летней женщины-водителя. В результате происшествия женщина с травмами была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания.